Здесь будет мелованная доска, подсветка. Экскурсии по этому объекту стали привычным делом. Проверяющие, кажется, уже выучили наизусть, где, например, расположены актовые спортивные залы и уверенной походкой направляются в пищеблок. Это уже мебель для столовой, обеденная зона. Все технологическое оборудование для кухни есть, для раздачи есть. Чего еще нет? Когда ожидаем? Ну, вся линия раздачи уже здесь закончилась. А заблудиться здесь вполне реально. Площадь нового образовательного учреждения – 27 тысяч квадратных метров. Школа состоит из четырех корпусов. Проектом предусмотрены автогородок, спортивная площадка и парковка. На базе третьей школы будут действовать центр «Точка роста», «Кванториум» и центр одаренных детей «Сириус». У нас пришли ряд ученических классов, интерактивы, вы уже это, собственно, тоже видели, «Точка роста». И сейчас в ежедневном режиме мы отрабатываем с поставщиками, и они ежедневно у нас, в принципе, оборудование у нас подходит. В течение июля месяца основные все объемы должны быть поставлены. В ходе рабочей поездки на объект временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный осмотрел корпуса школы и проверил, устраняются ли ранее выявленные недочеты. Работы продолжаются. У нас есть по-прежнему замечания. Стеклопакеты, потеки. Я так понимаю, у вас еще финальная покраска впереди. Нанесение разметки в спортзалах. Для понимания, для нас это самый главный социальный объект этого года. И мы хотели бы, чтобы качество работ было идеальное. Игорь Васильевич, я очень прошу вас взять не просто под свой личный контроль, а в ежедневном режиме контролировать ход работ. Мы будем по-прежнему с такими неожиданными приездами появляться у вас на стройке. Контрольная дата 20 июля. Именно к этому сроку подрядчик должен завершить все работы. Мы планируем сдать к установленному сроку. Плюс-минус 1-2 на доделку. Но, тем не менее, разрешение на ввод мы будем получать в соответствии с поручением губернатора. Подрядчик стремится всеми способами обеспечить завершение строительства работы. Как вы сами видели, объем работы произведен очень большой. Основной упор на благоустройство и на отделку помещения. По сути, осталось всего ничего. Установить новое оборудование, оно уже отправлено в окружную столицу по реке. Завершить финальную покраску и отделочные работы. Эту школу уже называют одной из самых крупных и самой современной на всем арктическом побережье России. И если подрядчик уложится в сроки и вовремя сдаст объект, возможно, уже 1 сентября в этом школьном дворе пройдет первая торжественная линейка. Алина Волучейская, Антон Водряков, Телеканал «Север». Продолжение следует...